Соответственно, на площадке здесь есть на кого посмотреть. Здесь играют братья Демидовы, старшие из которых Семен. Вообще, всю предсезонку проводил, соответственно, с командой высшей хоккейной лиги. Да, ну, Иван Демидов был здесь. Вот они, два брата, и сегодня они играют вместе. Хорошей работы арбитра. Надеюсь, что ничего такого сверхъестественного сложного не случится в этом матче. Капитаны пожали друг другу руки. Иван Ремезовский, капитан СКА-1946, Иван Алексеев, капитан Академии Михаила Юниорда. В поротах Кирилл Герасимюк, Кирилл Копырин, его тезка, попал в заявку. Вот он первый раз надел на себя в официальном матче свитер СКА-1946. Ну, понятно, Академия Михаила только попал в МХЛ, не впадает поворотом. Ну, и здесь нужно, наверное, рассчитывать, в первую очередь, на первое сочетание Академии Михаиловой. Это гол 1-0. Артем Кислицын, первый же бросок поворотом Кирилла Герасимюка, заканчивается тем, что шайба... оказывается там. Так, а вот момент. Романов обыгрывает, бросает и забивает. 1-1 у Слава Романов. Вот, у него вторая возможность уже была в этом матче, соответственно, ну вот сейчас он забил. Галдаев рукой. Ой, передача-то в центр, а это выход 1-1 в итоге от Мамаладзе, и он сбивает. Очень не повезло, здесь Академия Михаила упала из Павкудрявых, причем, совершенно я не понял, почему он упал. Выглядел как-нибудь на ровном месте. И в итоге Мамаладзе получил шайбу, и побежал, и забил. Вот, когда с Шинником играли в дебютном матче для АКМ-юниора. Так, а ска, внимание, и это третье. Это третье влетает в ворота хозяев. Вот, насколько я понимаю, Александр Щербаков, автор гола. Красивая комбинация, и это уже 3-1. Но нужно понимать, что вот по первому периоду, в принципе, вот так, возможно, будет и дальше. И СК забивает еще одну шайбу. Делает это Матвей Поляков, и счет становится 4-1. Так, и опять выиграл, но то же самое, прям под копирку. Ну и это гол, который сбивает Никита Дешковский. Ну вот, видимо, об этом и договорились, что чуть-чуть поменять. Три секунды на этот раз понадобилось. Васев слева находится, Гришаев играет на Кислицына. Вот Васев, вот Гришаев, вот Кислицын. Васев будет бросать, ну надо. Да, бросок низов, добивание, и момент еще не исчерпан. Шайба на пятачке. Васев, Васев, гол. Гол забивает Васев, и это 5-2. А Кэм Юниор еще поборется в этом матче. И отдельно отметил бы я третий период. И то, что, кстати говоря, третий период Акэм Юниор-то даже и выигрывает. Вот отдельно взятый отрезок. Вот так-то, вот так-то. Да, не набирает сегодня 2 очка Акэм Юниор. Поздравляем СК-1946 победы. Еще раз, кто забивал Романов Мамалат и Семен Демидов, Поляков и Дешковский. Это у гостей. Ну, хозяев Артем Кислицын и, соответственно, Андрей Васев. В следующем матче, я сказал, в субботу будут играть ребята из Юниора в Санкт-Петербургском. Динамо, вам спасибо за внимание. СК поздравляем с победой. Артем Батрах комментировал. Всем пока. Обязательно увидимся. Услышимся на хоккее. Да и здесь в Туле в частности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова